Всем привет дорогие друзья, это Сова. Ну что, терпать чего у нас пока еще нет. Зато у меня теперь есть красящий пистолет, которым я могу делать пиу-пиу-пиу. Я уже даже начал немножечко это пиу-пиу-пиу делать. Короче говоря, смотрите у нас какой план на сегодня. Мы будем разбираться с железом, которого у меня все еще не хватает. То есть с рудой, несмотря на то, что у меня работают 2, 4, получается где-то 6 шахт сейчас. Все равно как-то все не очень хорошо. Видите, здесь идут очень маленькие кусочки какашки и вообще как-то все это не очень здорово. Поэтому сейчас попробуем сделать ход с флоном. Во-первых, здесь вот очень хитроумная система распределения руды, поэтому вот отсюда, с этого конвейера у меня руда идет неоптимальным образом. Поэтому мне надо поставить вот здесь конвейерный разветвитель. и цепануть вот так вот руду, для того, чтобы она непосредственно шла еще вот сюда, делилась. Но это как бы тоже не решит проблему кардинально на самом деле. Нужно скорее всего будет осваивать еще какие-то рудные месторождения, я так думаю, приводить сюда еще руды. Руды должно быть столько, что просто непрерывным потоком она лежала на конвейере. А сейчас поток немножечко прерывается все-таки. Вот видите, да. В принципе, как бы практически получается, но не совсем. А из-за того, что получается практически, а не совсем, в итоге вырисовываются другие проблемы. То есть у меня работают... Да, вот видите, кстати говоря, я покрасил синеньким цветом красивым, у меня все, что относится к столе, вот такой теперь симпатичненькое. Так, еще я хотел здесь построить, кстати говоря, стенки. Стенки. Красить можно вот эти стены. Их мы, соответственно, здесь и поставим, чтобы было красиво. Вот так вот для симметрии. Так, следующий кусок стены мы поставим уже вот здесь. Я ставлю не сплошное через один, во-первых, чтобы можно было летать, во-вторых, чтобы это дело просматривалось. Потому что когда оно просматривается, получается гораздо симпатичнее, чем когда оно не просматривается. Ну и плюс, опять же, можно перемещаться. И вроде как есть стены, и вроде как есть дырки, чтобы пролететь, и вроде как все красиво. Так, что-то, кстати говоря, внизу у нас. Внизу у нас ворота. Вот эту часть, наверное, надо загородить. Потому что из-за контейнеров получается некрасиво. Так, вот это вот тоже должно быть синее у нас. И над воротами тогда можно сделать сплошную стенку. А здесь, кстати говоря, можно сделать еще одни ворота. Так, и сделаем еще одни ворота. Покрасим их синим. Вот эти металлические конструкции красить нельзя почему-то. Мне кажется, это некоторая недоработка. Так, значит, чтобы было красиво, мы тогда сделаем вот так сейчас. А потом... Как бы сделать вот тут-то. Здесь непонятно, как сделать, чтобы было прям красиво. Так, вниз, чтобы не уводить. Сделать через две. Вот так вот угол обкрайся. Сейчас попробуем. Так, попробуем вот так вот сделать и вот так. Только цвета они будут, наверное, все-таки у меня уже разного. Я так думаю. То есть вот это мы красим еще в синий. А вот это у нас уже будет отвечать за медное производство. Его покрасим в какой-нибудь другой цвет. Может быть, в оранжевый, например. Так, ну-ка, давайте заоценим, как у нас тут преобразилось производство стали. Ну, прям какой-то цех уже даже вырисовывается. Так, какой-то цех вырисовывается, значит, в какой-то цех надо сделать двери. Как мы сделаем двери? Мы сделаем вот так вот двери в цех. Это у нас будут цеховой вход. Так, и теперь их надо еще красиво как-то обозначить. Здесь вот у нас поскольку углы, мы сейчас обозначим вот так. Так, это уйдет у нас наверх. Так, здесь тоже должен быть угол, а здесь тогда... Здесь я даже тогда не знаю, как красиво сделаться. Так, ладно, вот здесь вот сейчас подняю сначала, потому что здесь точно поднимать нужно. Так. Пиу, 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 пиу. Не зря цветы ходил, собирал когда-то. Все нашел в загашничках, даже не пришлось еще дополнительно что-то делать. Так, как бы так сделать-то? Так, здесь я вступаю на чужую территорию. Здесь я не смогу, значит, поднять. Ага. Ну, значит, просто вот так вот один радиус, ярус, вернее, сделаем сверху. О. О, типа того. Так, делаем типа того. Тогда для симметрии надо сделать так же вот здесь. Так, пиу, пиу. Пиу. Так. Ну, неплохо. Так, вот с этой штукой я потом подумаю, что делать. Теперь имеет смысл сделать... Так, я же могу сделать наверх вот такую вот ерунду. Почему-то она строится как-то странно. Ну, допустим, а если я отсюда начну строить? Сейчас проверим просто. Дострою как надо. Как я это хотел сделать. Я просто хочу немножко культурить фабрику. Делать все равно пока нечего. А так хотя бы будет красиво. Так. Нет, не так. Вот так. Вот так. Потом здесь мы сделаем еще наверх. О, так. Здесь мы поскольку можем ходить, соответственно, сделаем вот такую канитель. Так. Проложим, проложим, проложим. Да, я понимаю, что на меня не похоже то, что я сейчас делаю. Но все когда-то, ребята, бывает в первый раз. Я решил базовые проблемы с производством. Теперь не грех сделать, чтобы это все было симпатично. Почему, в общем-то, и нет. Так, единственное, что вот здесь вот он... Да, здесь вот он не будет у нас работать. Эх. Эх! Могло получиться прям совсем красиво, но совсем красиво не получилось. Тогда, значит, здесь надо будет делать ход вниз. Так, сейчас мы это и сделаем. Так, ну здесь тянем вот такую вот штуку. И начинаем... Клепать. Нет, 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 неправильно. Клепаем неправильно. Клепаем неправильно. Клепаем неправильно. Вот так вот будет правильно. Вход вниз, вход вниз и вход вниз. Так. Это у нас будет такой предбанничек. В этот предбанничек мы его откнем. Сейчас, знаете что? Мне тут сказали, что производственный станок, который я считал аналогом вот той хрени для крафта вещей для себя, это оказывается аналог просто нашей основной базы. В принципе, да, с 40 какой-то серии я уже это нашел, обнаружил. Да, я не тормоз, нет. Это так вот. Просто у меня с внимательностью все не очень хорошо. Я просто думал, что это такая же ерунда, как и крафт собственных вещей. Поэтому я их нигде не ставил и пользовался грузовиком. А на самом деле это вот обычный верстак. Короче говоря, его можно использовать. Кстати, почему такого цвета? Пусть может быть синенького. О! Так, ну что, вроде уютненько получилось. Так, это у нас цех по производству металлическое дребедение. В принципе, его производительность упирается только в производительность конвейера и подачи руды. Все, больше ни во что она не упирается. Хотя, посмотрите, конвейер стали побыстрее подавать без практически пробелов, ну то есть с минимальными пробелами. И работа закипела. Понимаете, гораздо быстрее все начало теперь у нас сюда поставлять. С, это очень хорошо. Так. С. Кстати говоря, вот эту вот штуку я могу затащить вот сюда наверх, провести вот здесь. И она у меня пойдет дальше. Это, кстати, тоже неплохая мысль. Ладно, делать мы это пока не будем. Мы сейчас сделали вот это для начала. Теперь я хочу с другой стороны отгородить тоже этот цех. Так, чтобы он у нас уже был такой весь из себя прекрасный. Если что, мне сейчас цемента не хватит. Сейчас придется его цементом и лить. Сейчас мы за ним сходим. Перед тем, как мы за ним сходим, я хочу вот сюда поставить стену. Мне как раз хватит на несколько стен. Так. Так. О. Пока я не забыл, что я хотел ее сюда поставить. Так. Теперь у нас здесь будет угловая стена, которую мы сейчас покрасим. Так, отлично. Теперь также через одну мы будем, наверное, делать на другой стороне. И получится у нас такой прям производственный металлизированный цех. Все, погнали за цементом. Теперь. Главное, чтобы мне пластин хватило металлических. С производством металлических пластин у меня до сих пор проблемы. Хотя времени прошло уже порядочно. С тех пор, как мы запустили производство. Но. Оно до сих пор не прочухалось. Кстати, как здесь с цементом у меня? Ну, цемента хотя бы, по крайней мере, достаточно еще. Ладно. Так, реально, сколько у меня? Хотя нет, у меня еще 7 пластин. На стенке хватит. Короче, приступ украшательства. Мы сегодня удовлетворить сможем, я думаю, без проблем. Вот это я по ошибке покрасил в синей. Это надо будет потом перекрасить. Так. Давайте смотреть, как тут сделать, чтобы все было по красоте. Я думаю, что надо просто делать через одну и все. Во-первых, видно будет хорошо, что там происходит. Во-вторых, в принципе, симпатично. Так. Через одну. Через одну. Так. Поехали дальше. Делать это, естественно, нет никакой необходимости. Но. Ммм. Работать на красивом заводе всегда лучше, чем работать на некрасивом. Так. Вот это сюда огородим. Сейчас у меня скоро закончатся стальные пластины. Но еще несколько ярусов я пристрою до того, как они закончатся. Так. У меня, кстати говоря, внешний фундамент заканчивается наверху, который. Ну, значит, дальше я пока делать не буду. Потому что я пока не знаю, что у меня будет наверху. Что-то потом не приходилось это все разбирать. Мы сейчас просто сделаем то, что гарантировано будет вот так. Гарантировано будет вот так вот это. И, в принципе, на этом пока, наверное, закончим. Так. Ну-ка. Созерцаем. Ну, неплохо. Такое основание у нас получилось. Вот здесь вот только некрасиво. Здесь, кстати говоря, нужна дверь. Здесь вот помимо того, что некрасиво, здесь еще вот это надо переделать. Тут нужна дверка. Тут, значит, нам нужны вот такие вот металлические штуки, но в другую сторону. Да, вот так вот они должны находиться. Так. Не так, а вот так. И над этой дверкой мы должны поставить еще вот такую вот ерунду, чтобы был красивый дверку покрасить. Так. Во! 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 Так. Вот у нас получился уже какой-то интересный такой цех. Теперь давайте пойдем посмотрим, что у нас. Вот здесь вот у нас место еще для одного цеха. Не знаю, пока что здесь будет производиться. Но что-то мы сюда забахать можем. Теперь вопрос с продлением фундамента над ним. Я думаю, что фундамент, наверное, сверху продлевать нужно. Сейчас мы сюда сверху залетим. Здесь у меня производство болтов. Я думаю, что болтов надо будет все-таки много в перспективе. Поэтому мы сейчас симметрично вот эту вот хрень продлим. Чтобы оно было одно над одним. И тогда встанет единственный вопрос, как сюда заходить. Я думаю, что вот здесь вот, где у меня производственная часть, я никаких заходов делать не буду. Так, маловато, да? Еще надо продлить. Так, давайте продлим тогда, ладно. Так, еще. Так, еще последний квадратик остался. Так, вот для того, чтобы у нас вот эти два уровня были симметричны один другому, вот этот верхний уровень должен находиться вот таким вот образом. Так, сейчас мы его замкнем. Так, и вот этот замкнем. Ну, вот эту ерунду надо тоже достроить, конечно. Так, отлично. Теперь у меня получили симметричные уровни. С этим производством я буду разбираться чуть позже. Так, теперь мне надо сделать, чтобы сюда можно было зайти. Сюда можно было зайти, чтобы отсюда можно было спуститься. Как я это буду делать? Я это буду делать вот так. Так, сейчас организацию. Где-то, наверное, мы вот так вот сделаем. Здесь вот как будто будет такой вход сюда. Более-менее официальный. Так, теперь надо сделать спуск вниз. Не, вот так, так. Оба, 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 оба. Так. Прямо сделать совсем вниз? Или сделать здесь помостик сверху? Я думаю, что вот так я и сделаю. Чтобы внизу, во-первых, можно было что-то проложить еще. А вот до сюда я всегда смогу долететь, если что, и какой-нибудь из этих участков переделать. Плюс это будет дополнительным декоративным элементом. То есть, грубо говоря, у нас здесь есть заход на случай, если я сюда рвану без бензина. То есть, официальный заход есть. И отсюда мы когда смотрим, у нас здесь, вот смотрите, красота такая идет. Не просто какая-то стена, а еще красивая стена. Только ее надо продлить, естественно, до конца. И будет вообще хорошо. И красить можно? Нет, красить их нельзя. Так, надо перезарядиться. Я, кстати, просрал практически все кращущие патроны. Это не очень хорошо. Так, давайте смотреть, что у нас здесь производство. Производство у нас здесь хромает. Вот эти части практически не делают вообще ничего. Ну, в принципе, металла, в общем-то, достаточно. Но можно было бы сделать и лучше. Хорошо. Теперь смотрите, какой у нас дальнейший план. Скоро у нас выйдет патч, там появятся следующие тиры. А следующие тиры, это будут, скорее всего, новые сборочные автоматы. Новые производственные линии и так далее, и тому подобное. Нам надо к этому подготовиться. Как нам надо к этому подготовиться? Чтобы к этому подготовиться, нам надо понять, что у нас с потреблением. Во-первых, у меня куда-то делось 250 мегаватт. Я так подозреваю, что сломалась какая-то из моих геотермальных станций просто. Какая-то из геотермалок, которые я подключал, соответственно, она больше не работает. Один гигаватт у нас уже потребляется в данный момент даже больше. И нам нужен серьезный запас по прочности. Я думаю, что проще всего сделать такой запас путем сжигания угля. Но сюда уголь я уже не смогу сделать. Потому что здесь он и так у меня активно потребляется. Поэтому имеет смысл подключить вот те дальние станции, которые у нас там есть. У нас там есть куча угля в перспективе. Там, по-моему, четыре одновременно находятся штуки. Сейчас мы сюда просветим. Так, вот он один. Там 700 метров еще один. А, кстати, что вот это за 700 метров? Какое там месторождение? Я вот, кстати говоря, вот этого не проверял. Сейчас пойдем проверим, что там за месторождение. Перед тем, как идти проверять, что там за месторождение, надо, во-первых, зайти вот сюда. Надо только запоминать теперь, где у меня что находится здесь. Так, надо зайти сюда и сделать здесь... Что хотел здесь делать-то? А, он здесь, кстати, и не делается. Так, все, хорош. Отбой, отбой. Я хотел сделать бурильщик. На бурильщик у меня хватает всего. Кроме, собственно, маленького бурильщика. Значит, надо спуститься вниз. Вообще красота, ребята, получается. Только чем больше красоты, тем больше тормозит, конечно. Это некоторый недостаток. Ну, что ж поделаешь. Так. Здесь надо будет еще, наверное, взять маленький цемент с собой. Возьмем соточку цемента. И здесь у меня на этой непрекаянной базе до сих пор функционирует производство кабеля. Соответственно, кабель лишний мы будем отсюда забирать. Так, заберем отсюда две сотни кабеля. Теперь осталось крафтануть себе кое-чего. Так, я не могу крафтануть, потому что металлические пластины нет. Ладно, сейчас тогда еще металлические пластины надо крафтануть. Крафтануть металлические пластины. Надо вот отсюда забрать сырья. Так, раз, два, три. Потому что металлические пластины сверху у меня еще пока не накапливаются. Пока они идут на обеспечение. Кстати говоря, я переделал там металлические пластины. Я снял ускорители и продлил производство, чтобы его можно было масштабировать, как мне душа захочет. Так, а пока крафтанем себе 150 пластин. И ставьте себе пластин, мы крафтанем себе потом бурильщик. Мы себе можем крафтануть. И посмотрим, где мы там будем ставить. Кстати, цемента мне надо побольше взять с собой. Если я там буду делать электростанции и их куда-то продлевать, я просто хочу сделать одну шахту, которая будет работать просто на электростанции, а то, может, даже и не одну. Но чтобы не таскать уголь через машину, я хочу это сделать прямо на месте. То есть там, где электростанции будут, там я их, соответственно, и буду строить. Так, есть такое дело. Так, теперь мне надо взять побольше... Так, побольше цемента с собой. Бурильщик. Без бурильщика, главное, уходить не надо. Так, у меня медь, кстати, с собой есть. Да, медь у меня с собой дохренищик. Всё, нормально. Так, портативный бурильщик. Там, интересно, один. Давайте возьмём два на всякий случай. Вдруг там две шахты. Просто оно не отмечается на карте. То есть он показывает, как будто одна, а там их может быть несколько. Так, стоять. А где здесь шахта угля? Или ты мне не уголь показываешь? Ты мне показываешь уголь. А, вот этот 300 метров, всё понятно. Так, 500 метров туда. Ну, пойдём посмотрим. Это где-то где серый, что ли, получается? Не, ближе, чем серый. Серый дальше. Там ещё где-то ядовитая параша здесь недалеко. Главное, чтобы не в ней. А то строить будет не у... Хотя, как раз, тоже можно не заходить, чтобы построить. Так, 300 метров. Блин, я ударился о камень пальчиком и потерял скорость. 260 метров. Если там хорошее месторождение такое, прям, из которого до хрена добывается, то там электростанции можно настроить, хоть жопой жуть. Так, 100 метров. Наверху, что ли? Ну, в принципе, мне какая-то хрена разница. Мне наверху даже лучше. Блин, я туда недалечу только. Так, хорошо. Интересно, кстати, у меня починилась эта добыча руды или нет. Блин, я туда долететь не могу. Так, надо тогда поставить какую-нибудь промежуточную хрень здесь. До этой хрени долечу. До этой должен быть. Так, до этой долетаю. Отлично. Ток не яд. Так, яд нет. Отлично. Какое хранилище? Уголь чистый. Так, отлично. Уголь чистый, это значит, очень высокая скорость добычи будет. Так. В какую сторону мы будем хреначить электростанции отсюда? Туда? Чтобы птице мешать? Или туда? Так, ладно, давайте сначала воткнем бурильщик сюда. Так, надо только сразу подумать, куда мы его будем дальше пихать. Пам-пам-пам-пам-пам. Или вот в ту сторону? Или вот в эту? Господи, в какую сторону мне делать угольные... Давайте будем делать в сторону базы, чтобы я их видел. Так, вот туда. Так, есть такой бурильщик. Мы его подключим сюда. И дальше... У меня тут где-то внизу проложены электро... Электролинии. Мы сейчас к ним как раз и зацепим. У меня уж, в принципе, практически вся карта в электростолбах. Не дотягиваешь? Дотягиваюсь. Так, отлично. Так, он должен производить довольно... Да, он 240 минут он производит. Вот сюда-то мы сейчас и воткнем... Вот такие штуки. При такой скорости добычи... Вот такие вот месторождения имеется. Чисто месторождение 600 минут. Просто 600. Да, это конская добыча. Конская добыча. Эту конскую добычу... Так, конская добыча, господи. Так, конскую добычу мы сейчас должны будем запихнуть... То, как он изначально, до того, как я начал его крутить, он ориентирован всегда одинаково. То есть, грубо говоря, вот этот блок можно подключить к моему основному потом? Это прям очень интересный вопрос. Подключать я, естественно, не буду, но вопрос интересный. Так, теперь вопрос, какой ширины мне это все нужно, для того, чтобы это все заработало. Так, сейчас мы на одном угольном генераторе протестируем. Кстати говоря, интересно, у меня ресурсы для того, чтобы построить угольный генератор есть? А то я, может, размахался зря. Так, ладно, сначала надо поставить себе организационную вещь. А именно... Такой или вот такой? Блин, при скорости добычи 600 мне, наверное, мощный контейнер-то не нужен. Я думаю. Так, мы поставим здесь просто самый обычный контейнер, который через быстрый конвейер. Это важно. Все, вот это дело подключим. Да, набор просто сатанинский, конечно. Мы упираемся даже в скорость набора контейнера, походу. Да, охренеть. То есть, он производит гораздо быстрее, чем работает конвейер. Так, все понятно. Значит, будут быстрее конвейеры, будет лучше производство. Хорошо. С этим понятно. Так, теперь надо... Еще здесь сделать площадку. Побольше. Так. Но они занимают очень много места. Так что... Я думаю, что в лучшем для меня случае вот так. А скорее всего, даже и больше. Да не, намного больше. Так, ну-ка, электричество. Хоть один я могу угольный генератор захреначить? Я не могу, у меня каркасов нет. А каркас я могу сделать? Я же теперь могу сделать производственный станок. Я теперь знаю о том, что он есть. Спасибо тебе, дорогой друг, который мне об этом сказал. Так. Болочный модульный каркас. Да, я могу сделать один. Болочный модульный каркас. Мне он один для того, чтобы протестировать и нужен. Потом я еще себе наберу. Так, 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 так. Электричество, угольный генератор. Ну, в принципе, еще один блок нужен и все. В общем-то, еще один такой блок и угольный генератор воткнется. Так, сейчас мы отсюда наметим. Так-то у нас пойдет, соответственно, лента. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я какая-нибудь разобьюсь нахер. Так, вот так вот она пойдет. Только она должна быть быстрая быть, конечно, не медленная. К этим можно делать медленную. А вот изначально она должна быть быстрая и обязательно в порядке. Так, топливный, какие топливные? Угольный. Угольный генератор. Так, ну, чтобы не мельчить, мы, наверное, сделаем вот так. Так, вот так вот у нас будет угольный генератор Соответственно, к этому угольному генератору У нас будет идти Конвейерный разветвитель Вот отсюда Он уже будет идти с медленной Так, ну и собственно Че Собственно, надо будет ставить столбы Как-то Вот так мы будем за ней ставить И все, и вот эту колбасятину Надо теперь продлевать дальше 1700 мегаватт Да, она генерирует 50 Немного Немного она генерирует, конечно Это да Так, здесь столбы Короче, вот этот уровень мне не нужен Мне надо для того, чтобы это все нормально работало Вот такой вот фундамент Окей Значит, пока у меня есть цемент Сейчас мы себе наметим Примерно Какой у нас будет длины генераторной установкой здесь Этот уголь я ничего, кроме Отопления использовать не буду Поэтому Можно смело Брать и вот так вот Примерно прикидывать Там, кстати говоря Каменья Вверху Которым наверняка Прикрыто какое-то месторождение Мы как раз сейчас до него и докопаемся Тогда Да, конечно, наверное, это Сильно амбициозно То, что я сейчас сделал Вряд ли мне потребуется такое количество электроэнергии Хотя Как знать Может потребуется Ну и что эти каменья скрывают у нас Так Короче, их точно можно раздолбать Может их можно раздолбать бензопилой У меня же она с собой Ну, видимо, нет Наверное, какой-то потом Отбойный молоток, что ли, появится Ну да Он только деревья пилит Ну, собственно Это логично, конечно То, что он пилит только деревья Так и должно быть В общем-то, если подумать Но все равно обидно Ой, так Ладно, надо израсходовать весь цемент Тогда у меня не так-то много его и осталось Прямо скажем Так, все Цемент израсходован Теперь мне нужно дохрена Блочных модульных каркасов Говорят дохрена Я имею ввиду дохрена Так Это раз А еще мне надо сюда как-то забираться О, птица Может на птиц? Нет, на птиц летать не будем Мы уже летали на птиц Так, а могу я здесь сделать спуск? Более-менее Или не спуск? Хм Так, а если я Знаете, что я сделаю сейчас? Ща-ща-ща-ща-ща-ща Ща-ща-ща-ща-ща Я, кстати, что-то не подумал об этом Я же могу с двух сторон ставить Не то, что могу Я буду ставить с двух сторон Генераторы То есть мне площадка нужна Короче, мне нужен дохрена цемент с собой Так, а пока у меня нет дохрена цемента Как бы мне отсюда Сделать спуск? Спуск он же подъем Спуск он же подъем Подъем он же спуск Окей, ладно Пока не будем ничего делать Пока полетим за цементом О, там, кстати Цветы Да? Или ягоды там Что там находится Вали ягода Интересно, они еще раз созреют Потом я вот не обращал внимания на это Блин, я потерял Из-за этого цветочка Инерцию Кстати говоря Надо будет переделать Еще потом вот эти вот генераторы Они некрасиво сейчас стоят И надо будет переделать Нефтяное производство Чтоб оно было масштабируемое И сейчас оно через жопу сделано Тоже немасштабируемое Ладно Это пока не критичная задача Смотрите, насколько выгодно Смотрится цех Металлический По сравнению с другими цехами Он прям Выглядит даже Как-то по-особенному Так Мы, значит, должны Забрать отсюда Весь цемент Который нам Поместится в инвентарь Так Я могу это сортировать Как-то? Могу Что мне с собой еще нужно А что не нужно? Мне с собой много чего не нужно На самом деле Так Ягоды мне не нужны Вот эта хрень мне тоже не нужна Так Металлические пластины Мне нужны обязательно В порядке И быстрые конвейеры Мне нужны И блочно-модульные каркасы Мне нужны Что самое главное Но их, естественно У меня не скопилось Все блочно-модульные каркасы А, нет Малечка Скопилось Походу Вот Это подгончик Так То, что блочно-модульные каркасы У меня скопились Это очень хорошо Это избавит нас От такого кемороя Что пипец просто Так Угольный генератор Еще мне тогда нужны Роторы Которые у нас внизу И которых у нас тоже До хренища Так Отлично Так И что там еще Это было нужно? И провода Ну, с проводами У нас тоже все хорошо Так 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 Это очень отлично Так Вот эти болты Мы отсюда выбросим Возьмем еще Сатэн роторов С собой Так Сатэн роторов С собой возьмем И еще Надо проверить Нет ли там Лишних Быстрых конвейеров Наверное Нет Скорее всего Хотя Нет Есть Есть Быстрые Конвейеры Лишние Так Надо только Взять Место чего-нибудь Вот вместо Двух Пластика Мы возьмем Соточку Таких Конвейеров Ну так Так Мы молодцы Теперь Можно Теперь Можно Идти Туда Или Серия Получится Слишком Да Серия Получится Слишком Длинная Поэтому Я на этом Прервусь И завтра С самого Начала Мы пойдем Строить Угольную Империю Спасибо Ребят За внимание Удачи И всего Вам Доброго Ребят 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 Ребят